МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня четверг, 5 мая. В эфире новоуральской обещательной кампании информационная программа «Объектив» в студии Марии Антонова. Я и мои коллеги познакомим вас с последними городскими событиями сегодня в выпуске. За победу! Страна готовится к празднованию 9 мая. На Уральске сегодня прошла репетиция Парада Победы. На субботник становись! Больше тысячи новоуральцев уже приняли участие в весенних уборках города. Трудовые коллективы продолжают помогать коммунальщикам в очистке территории округа. Осторожно огонь и берегись автомобиля! Два происшествия произошли в Новоуральском городском округе 4 мая. Возгорание травы и ДТП с участием школьного автобуса. За победу! 36 ветеранов Великой Отечественной войны, кому позволяет здоровье, примут участие 9 мая в Параде Победы в столице Среднего Урала. Они проедут на 9 машинах по проспекту Ленина в Екатеринбурге. Встречать и сопровождать на мероприятии их будут более 50 волонтеров. Также в честь Дня Победы адресные поздравления и цветы, подарки вручат всем ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, узникам канцлагерей и труженикам тыла. Праздничные мероприятия пройдут во всех муниципалитетах страны и Свердловской области. Напомним, что в Новоуральске 8 мая адресные музыкальные поздравления прозвучат для ветеранов в исполнении оркестров. 9 мая в 10 часов торжественное возложение цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь». В 11.30 шествие колонны участников акции «Бессмертный полк» по улице Комсомольска и улице Победы. С 12.25 до 14.15 можно посмотреть на эшелон Победы на железнодорожной станции «Верхневенск». Также в городе состоится традиционный легкоатлетический пробег и народное гуляние в Центральном парке культуры и отдыха. А сегодня военные расчеты и оркестр провели репетицию предстоящего Парада Победы в Новоуральске. Парада Победы в Новоуральске В продолжении темы. В канун Дня Великой Победы различные организации присоединяются к фестивалям патриотической песни. О некоторых из них в сюжете Анны Акрамовой. Предпраздничная трудовая неделя в Новоуральске началась с объединяющего школьников фестиваля патриотической песни «Живи Россия». Он, безусловно, стал ярким событием в жизни округа. После двухлетних ограничений, наконец-то все вместе, школьники и ветераны, собрались в зрительном зале Центра внешкольной работы, где ребята исполнили песни. «Эх, Катюша, ты любимый врага! Эх, Катюша, ты подопокат! Эх, Катюша, ярослый огонь! Слышишь прах? Россию жку метро!» По-особому звучат в канун Дня Победы военной композиции, которую от всей души исполняет юное поколение горожан. И сегодня очень важно, что дети чтят подвиг нашего бесстрашного народа, пережившего тяготы и лишения в годы войны и завоевавшего ту великую победу. Гостям и участникам фестиваля обратились официальные лица. Эта встреча сегодня для тех, кому в 21 веке каждым словом, каждым делом доказывать, что Великая Победа была не зря. Я поздравляю всех с наступающим праздником и надеюсь, что сегодня, уважаемые друзья, мальчишки и девчонки, вы покажете нам высший класс. «Как здорово, что сегодня можно обсудить с семьей о том, что же было, как прошел этот день, какую песню вы исполняли на сцене, а почему именно эту песню вы выбрали, знают ли ее ваши мамы и папы и, может быть, сделать продолжение этого фестиваля за узким семейным кругом». Организаторами фестиваля «Живи Россия» выступил Центр внешкольной работы. Это мероприятие, безусловно, внесло большой вклад в сохранение исторической памяти. Как и фестиваль, который состоялся накануне в стенах школы номер 48. Яркий, символичный и победоносный фестиваль патриотической песни назывался «За Россию». «Россия! Россия! В этом слове огонь и сила! В этом слове победы вами!» «Понимаем Россию!» Открыл фестиваль «За Россию» оркестра войсковой части 32-80, а далее на сцене выступали ребята из разных классов школы номер 48. Малыши покорили зрителей своей искренней любовью к родине. Обучающиеся старших классов спели всеми любимые песни военных лет. Не остались в стороне педагоги и родители. Каждый участник вложил в свое выступление душу и сердце. Почетными гостями стали представители Союза ветеранов боевых действий, комитета солдатских матерей, войсковой части 32-80, военного комиссариата Новоуральска. Всех участников, которые в этот день подарили гостям добрые патриотические песни, накануне 77-й годовщины Великой Победы, благодарная публика встречала овациями. Анна Акрамова, Геннадий Донгузов, Новоуральская обещательная компания. Традиционно перед майскими праздниками горожане проводят весенние субботники. 1056 новоуральцев уже приняли участие в весенних акциях чистоты. Более 50 коллективов предприятий разных форм собственности с воодушевлением прибирали Новоуральск. Вооружившись метлами, граблями, мешками, горожане убирали мусор, который оттаял после долгой зимы. Все вместе мы своими руками сделали городской округ, включая территории сельских населенных пунктов, чище. О некоторых субботниках расскажет Елена Мельникова. На первомайской демонстрации жители города могли заметить, как масштабно преобразился Новоуральск. К этому многие горожане приложили свою руку. Согласно графику проведения субботников при поддержке руководства муниципалитета и совместно с Дорожно-коммунальной службой многие коллективы организаций и предприятий вышли на улицы, чтобы сделать город чище, а значит красивее. В числе организаций, которые приняли эстафету субботников, и сотрудники сферы обслуживания, торговли и общественного питания. Если пройтись сегодня по улице Ленина, то можно посмотреть, когда недавно не было ни одной урны возле субъектов предпринимательской деятельности, сегодня они везде стоят. Это очень радует. Даже кое-где появились и скамейки. Еще недавно площадка между торговыми центрами «Елена» и «Территория» выглядела неприглядно. Но теперь это популярное место улицы с самой высокой проходимостью трудно узнать. Настолько оно обновилось благодаря заботливым рукам управляющих, расположенных здесь торговых объектов. Мы считаем обязательно поддерживать порядок в городе. И всегда этим занимаемся. И ничего в этом не видим. Вернее, видим в это только хорошее, для того, чтобы поддержать порядок в городе, в котором мы живем. И для себя порядок наводим в первую очередь. Субботник – это наша давняя традиция со всесоветских времен. Конечно же, надо участвовать в жизни города, прибирать. Конечно, очень приятно, когда люди ходят по-чистому, когда все хорошо, когда чистенько. Люди чувствуют себя намного лучше. Я очень люблю труд. И мы, люблю субботники. И всегда, каждый год мы организовываем и прибираем не только свою территорию, но и взаимодействуем с администрацией. И берем часть территории городской, и также ее прибираем, убираем, чтобы наш любимый город всегда был красивый, чистый. Ну, то есть, работаем на благо города. В эти дни на уборку вышли и сельские жители. К примеру, на территории урочища Воробьи, вместе с уральскими краеведами, в канун православного праздника Радоницы и побывали жители села Тарасково. Среди участников субботника на Старом кладбище – Светлана Дыкова, начальника дела сельских населенных пунктов администрации округа. Я рада, что много откликнулось людей на это мероприятие. Это мероприятие хорошее. Спасибо большое краеведам верхнего Тагила, что они вообще-то обрадились с этой идеей. Мы и Новоуральск-Кладбский округ все подхватили. Когда мы едины, мы непобедимы. Так и герои наших сюжетов совместно одержали победу над мусором. То, как сегодня выглядит Новоуральск и его окрестная территория – большая заслуга каждого, кто принимал участие в субботниках. Теперь дело за малым – соблюдать чистоту и порядок, чтобы к осени вновь не пришлось вооружаться метлами, граблями и другими необходимыми атрибутами. Елена Мельникова, Иван Вахмяков, Новоуральская вещательная компания. К тревожным новостям. Внимание у горожан. Зафиксированы первые возгорания сухой травы в лесополосе. Поджигатели будут устанавливать по записям с беспилотника. Вчера, 4 мая, в 17.35 на пульт связи специального управления Федеральной противопожарной службы номер 5 МЧС России поступило сообщение о горении сухой травы по улице Обездное шоссе в районе горнолыжного комплекса «Висячий камень». Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Как сообщили огнеборцы, причина заключается в человеческом факторе. Чья-то беспечность с огнем чуть не привела к лесному пожару. Вчера противопожарного сезона будет осуществляться патрулирование с помощью беспилотной авиационной системы, а также вестись видеосъемка в скрытых местах. Видео будет передаваться в полицию. Всех подозрительных лиц будут устанавливать с помощью видеозаписи. И еще о безопасности. ДТП с участием автобуса, перевозившего детей, произошло в Новоуральском округе. По информации службы ГИБДД города, 4 мая в 15.40 на 6-м километре автодороги Новоуральск-Починок произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса. Вследствие ДТП 10-летний пассажир, находившийся на переднем сиденье, пристегнутый ремнем безопасности, ударился головой о поручень. С места происшествия бригады скорой медицинской помощи ребенок был доставлен в приемное отделение больницы Новоуральска с диагнозом «ушиб, кровоизлияние в области лба». Мальчику оказана первая медицинская помощь, ребенок отпущен домой. Дальнейшее лечение не назначено. Сотрудниками госавтоинспекции установлено, что водитель автобуса имеет общий стаж вождения 32 года. В момент ДТП был трезв. В автобусе находилось 20 детей и один сопровождающий. Все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности. Причиной столкновения водитель школьного автобуса считает резкое торможение впереди идущего транспортного средства. Инспекторы дорожного движения напоминают, что выбранная модель поведения, а также скорость, должны обеспечивать возможность постоянного контроля за автомобилем и выполнение требований безопасности. Система образования Новоуральска сильна не только высокими достижениями учителей и школьников, но и плотным сотрудничеством педагогов с родителями. И это важно, что в таком общении заинтересованы все участники образовательного процесса. На днях Новоуральске на базе станции юных техников состоялась уже пятая по счету родительская конференция. Подробности далее. Это юбилейная пятая по счету городская родительская конференция. Она проходила на двух площадках в здании станции юных техников и центра внешкольной работы. Для родителей детей было представлено 8 разнотематических секций. Они были открыты для всех. Дошколят, школьников, родителей, всех заинтересованных людей. Кстати, самому маленькому участнику конференции всего 7 месяцев. Это говорит о заинтересованности родителей разного возраста. Вообще не такого формата. Стараюсь быть осознанным родителем. У меня было детей старше, а дочь 4,5 года. И Гриша 7,5 месяцев. Приходила на конференции услышать что-то новое. Конечно, информация доступная, полная. Придете еще? Обязательно приду еще раз. Мы очень стараемся быть рядом с родителями. Вместе с ними решать проблемы, которые у них есть. Слышать их. И стараться ответить на те вопросы, которые у них возникают. Организаторы конференции не скрывают, что если на первую такую встречу некоторые родители приходили просто для галочки, то уже сейчас, спустя 5 лет, мамы и папы сами заинтересованы в таком общении. Ведь здесь можно почерпнуть необходимую информацию, поучаствовать в мастер-классах от профессионалов, задать вопрос, касающийся воспитания ребенка и получить квалифицированный ответ. На этой встрече обсуждали успешное и ответственное родительство. Причем организаторы каждый раз анализируют результаты конференции на основе анонимных анкет. Обратные связи и в соответствии с пожеланиями родителей формируют работу секций и круглых столов в рамках таких городских событий. Ежегодно освещаем различные актуальные темы для родителей. Это и безопасность в сети интернет, это и конфликтология детско-родительские отношения, это и профессиональная ориентация. Безусловно, популярностью пользуются секции для родителей детей и дошкольников. Как говорят специалисты, наши дети – это наша будущая старость. Какой она будет, зависит от нас. Что мы заложим в наших детей сегодня? Очень важно с родителями сейчас обсуждать и детскую безопасность в интернет-пространстве. А ведь родители зачастую не всегда представляют уровень угрозы, с которой сталкиваются подростки в сети. Рассказывали и о возможностях консультационного центра, который помогает решать семейные конфликты и проблемы. Обсуждали и профориентацию ребят. Есть современные методы выявления талантов детей. И ставку, в первую очередь, нужно делать на желание ребенка. Ребенок должен выбирать самостоятельно и осознанно свою профессию, свой дальнейший путь. И, что называется, держи ребенка на ладони, поддерживая его, но не зажимая в кулак. И свои амбиции нельзя воплощать в ребенке свои амбиции. Я председатель рискового комитета. Я обязана была присутствовать на данной конференции. Но я, честно говоря, получила огромное удовольствие, потому что узнала очень много нового для себя. Быть осознанным родителем не так-то просто. Всем хочется видеть своих детей успешными и счастливыми. И как сделать правильный выбор в воспитательном процессе. Как избегать конфликтов. Как поддерживать ребенка в его начинаниях и давать крылья за спиной для достижения своих целей. В этом огромную пользу и возможность предоставляет родительская конференция, организовывая уникальные встречи с квалифицированными специалистами из абсолютно разных областей. Да еще и бесплатно. И такие встречи стали возможны и благодаря межведомственному взаимодействию в рамках городского проекта «Родительское просвещение». Наталья Рау, Виктор Малышев, Иван Вахмяков, Новоуральская вещательная компания. Что, где, когда. Это советская российская интеллектуальная викторина, в которую играют не только на экранах телевизоров, но и в разных уголках страны, особенно в атомных городах. С подробностями Виктор Малышев. «Росатом», как социально ответственная корпорация, уделяет большое внимание не только производственным задачам, но и людям, которые эти задачи выполняют. Развитие человеческого капитала здесь находится во главе угла. Помогает в этом непростом деле отраслевой чемпионат известной телевизионной игры «Что, где, когда». Отборочный этап этого турнира прошел накануне в стенах музейно-выставочного центра. «Команды на самом деле очень разнообразные. Участники тут от мала до велика. И опыт у всех прямо блещет и видно по глазам, что участники все умные, подкованные, очень неординарные личности. Это в любом случае сплочение коллектива, это эрудиция, это прекрасное проведение времени, выходного дня. Поэтому такие вещи, игры и мероприятия обязательно нужны и важны». Вопросы, как отмечают участники, непростые. И здесь играют важную роль не только знания и эрудиция, но и логика, применяя которую, можно найти ответ даже на самый, казалось бы, сложный вопрос. А сам процесс игры дарит командам непередаваемые эмоции. Сегодняшние вопросы по большей части еще связаны с логикой. То есть надо вывести ответ. И эти вопросы гораздо интереснее именно найти, разгадать, чем просто вспомнить, а вот там вот тогда-то что-то было. Осенью должна была быть эта игра, она не состоялась. Наконец-то мы можем провести эту игру. Это разминка для мозгов, это комбинат любят комбинатовцы. В общем, все замечательно, хорошее настроение. «Очень интересные темы были затронуты, на которые нужно подумать и можно, в принципе, дойти логическим путем. Там были такие случаи, что мы уже написали ответ на бумаге, но потом через какое-то время такие, блин, это же другой был ответ. И когда слышим правильный ответ, такие, да, вот мы дошли уже позже. То есть одной минуты вроде бы и достаточно, а с другой стороны и нет. То есть если бы была минута 30, может быть мы дошли до другого варианта ответа, до правильного. Не остаются в стороне ветераны-атомщики. Наоборот, они, как говорится, впереди планеты всей. Ведь в профсоюзной организации неработающих пенсионеров УХК существует свой клуб «Что, где, когда». Интеллектуальный досуг и зарядка для мозгов здесь в приоритете. Наш клуб существует уже более пяти лет. Шестой год нам пошел. Собираются люди неравнодушные, интересующиеся интеллектуальными играми. Поэтому мы стараемся не только играть в своем клубе, но и выходим в молодежную среду. Например, мы выходили на игры в клуб «Альфа». Помимо того, что мы тренируемся, вытаскиваем из-за бытия свои знания, встряхиваемся, мы еще общаемся. Общение, быстрота мышления – в этом, я считаю, главная фишка этой игры. В отборе участвовали 8 команд новоуральских знатоков. По итогам двух туров первое место завоевала команда «123», отделов «28», «16» и ОКП «123». На втором месте команда «Ротер» – цеха 87. Бронза у команды «Единая», цеха 87, отделов «48» и «92». А на четвертой строчке турнирной таблицы расположились «Понпейские непоседы». Команды «123» и «Ротер» представят комбинат на региональной игре. Пожелаем им удачи. Виктор Малышев, Иван Вахмяков, Новоуральская вещательная компания. На этом наш выпуск подошел к концу. Завтра в 19.30 смотрите программу из архивов новоуральской вещательной компании, посвященную Дню Победы. В 20.00 новости «Объектив» не пропустите. У меня на сегодня все. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова